Интернет – это открытая и публичная система. Мы отправляем информацию по общедоступным каналам связи, но, несмотря на открытость интернета, мы часто пересылаем личные данные, например, данные кредитных карт, банковских счетов, пароли и сообщения. Как сохранить личные данные втайне? Для сохранения данных используется процесс шифрования – изменение исходного текста до неузнаваемости. Дешифровка – это процесс восстановления текста и приведения его в читабельный вид. Идея простая, и люди шифровали данные много веков. Один из первых широко известных методов шифрования назывался шифр Цезаря, названный так в честь римского полководца Гая Юлия Цезаря. Он шифровал свои приказы таким образом, чтобы враги, перехватив послание, не могли понять, что в нем написано. Шифр Цезаря – это алгоритм, по которому каждая буква в сообщении сдвигается по алфавиту на определенное количество позиций. Если о том, насколько нужно сдвинуть буквы, знают только отправители-получатель, тогда это называется ключом. Ключ позволяет получателю вскрыть тайное послание. Например, если вы отправляете сообщение «Привет!» при помощи шифра Цезаря с ключом 5, зашифрованное сообщение будет выглядеть так. Для расшифровки сообщения получатель при помощи того же ключа производит над ним обратное действие. Но у шифра Цезаря есть серьезный недостаток. Каждый может взломать его, перебрав все возможные ключи. Например, в русском языке 33 буквы. Это значит, что придется перебрать максимум 33 варианта. Перебор 33 вариантов – это не так сложно, можно уложиться за час. А значит, шифр можно усложнить. Вместо того, чтобы сдвигать все буквы на одно и то же значение, можно для каждой буквы установить свой отдельный сдвиг. В данном примере десятизначный ключ показывает, насколько позиций нужно сдвинуть каждую конкретную букву в сообщении. Угадать такой ключ уже намного сложнее. Десятизначный ключ дает 10 миллиардов возможных вариантов перебора. Очевидно, такой перебор человеку будет не под силу. Он займет много-много веков. Но современному компьютеру для полного перебора всех десяти миллиардов вариантов понадобится лишь несколько секунд. Поэтому встает задача, как защитить сообщения так, что их будет очень сложно взломать современному хакеру. Под словами «очень сложно» понимается такое количество вариантов перебора, которые не под силу перебрать даже компьютеру за какое-то разумное время. В современных системах шифрования используются 256-битные ключи. Это значит, что перехватчику и его компьютеру придется перебрать вот столько вариантов, чтобы отыскать ключ и взломать сообщение. Даже если взять сто тысяч суперкомпьютеров и каждый из них будет перебирать миллион миллиардов ключей в секунду, им понадобятся триллионы триллионов триллионов лет для полного перебора. И это для одного единственного сообщения, зашифрованного 256-битным ключом. Да, компьютеры каждый год становятся примерно вдвое быстрее и вдвое меньше. Если такой экспоненциальный рост производительности сохранится и дальше, то всего через пару тысяч лет задача полного перебора станет возможной. И 256-бит уже не хватит. Более того, чтобы угнаться за прогрессом, нам уже пришлось увеличивать длину ключа. Хорошая новость в том, что более длинный ключ не сильно усложнит процесс шифрования, но сложность перебора возможных вариантов для взлома шифра возрастает экспоненциально. Когда отправитель и получатель пользуются одним и тем же ключом, такое шифрование называется симметричным. В случае симметричного шифрования, как, например, с шифром Цезаря, обе стороны должны заранее тайно обменяться ключом. Для людей это не проблема, но интернет – это открытая и публичная система, поэтому два компьютера не имеют возможности встретиться лично, чтобы обменяться ключом. Вместо этого компьютеры пользуются асимметричными ключами. Открытый ключ можно отдавать кому угодно, а закрытый ключ держится в тайне. Открытый ключ используется для шифрования, любой может зашифровать с его помощью свое сообщение, а расшифровать его сможет только тот, у кого есть закрытый ключ. Мы не будем сейчас погружаться в математические формулы, но представьте такую аналогию. Пусть у вас есть почтовый ящик, куда каждый может положить конверт с письмом, но для этого отправителю нужен ключ. Вы делаете много копий такого ключа и рассылаете его друзьям, или просто оставляете на видном месте. При помощи такого ключа ваш друг или даже любой незнакомец может открыть щель для писем и бросить в ящик свой конверт. Но лишь вы один можете при помощи тайного ключа открыть сам ящик и прочитать все полученные письма. И дальше вы отвечаете своим друзьям, пользуясь открытыми ключами от их ящиков. Таким образом, люди могут обмениваться посланиями без необходимости заранее договариваться о тайных ключах. Крипто-системы с открытым ключом лежат в основе всех систем тайной передачи информации в интернете, включая протоколы SSL и TLS, использующиеся для безопасного просмотра интернет-страниц. Ими пользуются все современные компьютеры. Каждый раз, когда вы видите в адресной строке браузера значок замка или буквы HTTPS, это значит, что ваш компьютер использует шифрование с открытым ключом для безопасного обмена информацией с просматриваемым вами сайтом. По мере роста количества пользователей интернета, все больше в нем передается личных данных, и крайне важно защитить эту информацию. А с ростом производительности компьютеров нам придется придумывать новые способы зашифровать данные так, чтобы их невозможно было взломать.